всем доброго времени суток коллеги рыболову спасибо что заглянули вы на youtube канале космос внутри меня зовут александр это аккаунт универсала 69 частью моё эксклюзивочная серия да получается у нас коллеги рыболову ну ладно кто понял тут поймет как говорится 18 плюс это самое кто не понимает что тут происходит советую знакомиться с плейлистом ссылочка на него и в описании посмотреть с первой серии соответственно также сразу же бы хотелось отблагодарить подписчиков на платформе бусти там ждет эксклюзивный контент собственно фоточки из моей жизни периодически буду отправлять улов по дню и куча-куча эксклюзива и куча-куча привилегий бонусов соответственно подписчики которого уровне у нас впадает видос товарищу индусу спасибо маркусу финику баранову вове василич game slow ninja максим харченко оскак и game for you спасибо ребят огромное за бусти как говорится буст вот почтение невероятно космическая ссылочка в описании на бусте вот просто серии мы с вами ловили пытались точнее половить у горька не очень у нас это получилось но судя по вашим комментариям некоторые из вас даже умудрились прийти закрыть трофея у гряну у меня к сожалению с ним отдельная история ну ладно об этом еще попозже расскажу кому интересно где клюет угаря он там клюет реально это просто у меня не клюет да вот посмотрите предыдущую серию это во первых сегодня я хочу попробовать на махалочку половить половить этих самых в рот и многие-тременоги у клеёков для этого нам наверное надо сначала посмотреть посты дискардариусе нашим до дискардариусе что-то сегодня очень прям понесло папашу так у нас есть вот ночью можно половить вот здесь вот соответственно этого самого ну там угорь какой-то тут опять очередной он учила сразу просто луний бой трофейный угрь на волхове опять же это . и вот сюда мы пойдем за синей уклейкой только вот по поводу на что ловить да непонятно 164 109 глубина 18 вот он на перловую кашу ловил давайте с вами наверно в дискорде во первых посмотрим поиск рыбы и нас интересует этот ресурсик посмотреть какие рекорды были пустом сегодня уже пятница что ли завтра уже стрим ёперный театр матереза и кстати коллеги рыбалу я напоминаю прожимайте лайкос и не стесняйтесь это мотивация для меня соответственно продолжать снимать видосики также подписывайтесь и оставляйте комментарии потому что комментарии я читаю все на все отвечаю некоторые попадают даже в видос так у нас виды рыб волков уклейка перловая каша охренеть 181 и на муху 40 рекордов да ну ладно хорошо давай чисто тогда перловой кашей зарядимся почему бы и нет если да у нас есть соответственно с вами махалки будем ловить на них на баллонки будет крайне неудобно это делать потому что там ловить там и перед собой будем ставим крошечные 22 конкретно маховые это именно маховые крючочки кто не понимает в описании для поплавочной оснастки они вот такие с длинным сырьем так сказать сюда мы ставим перловую кашу есть у меня 273 первовой каши о чем нет для первого и каши то надо прикупить пока я на остроге тут дешевый только перловую крупу так давай перловую крупу прикупим чего я копать не забываем да и сейчас как же громко что-то как будто бы на некоторых локациях он тихо копает на некоторых громко я стою потому что на этом самом на медном на основном аккаунте у меня там постоянно как тихо он копает прям красота так эту сборку мы собрали эту сборку мы собрали сюда мы воткнули и сюда чего-то там воткнули тоже да это мы среди ли на волхове купим сейчас черпак на волхове соответственно рыбу всю и садка продадим потому что потому что там дороже да опять же в дискорде у нас цены по водоемам есть обязательно посмотрите тут у меня немного этом заказ стати на 2 килограммовую щучку сдал все-таки он появился вот это у меня уже было благо стухает так подождите не до черпака ребят не до черпака потому что у черпак я успею в конце видосов блин не куплю ведь забуду давай быстрее тяп-ляп купим короче его потом им воспользуемся пока не забыл да какой я пришел то мне пром товары надо было просто завернуть за угол уже четыре утра уже там по-любому трофейных уклеек синих ловят да смысле купить так где 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 блин он дорого полюбасу стоят просто они отстать не так и дорого 300 серебра 1 400 стоит ну все отлично энергии у меня все равно нет им воспользоваться тем более нам на махах сейчас энергия пригодится так по поводу уклейки 104 109 так 104 109 глубина 18 берем 2 маха 1 2 104 109 это видимо тут два маха на глубине получается 18 раз один пошел я говорю пошел второй мах чпоньк сразу установим их чтобы они не конфликтовали да так не сразу это получается ну что погнали я не знаю тут далеко наверное смысла нет принципе забрасывать опять же это уклейка она тут под пирсом прямо и клюет нихрена я закинул палку блин вообще в соседнюю галактику блин и оперный театр вот я пришел точку эту посмотрел на основном аккаунте ну как я посмотрел я просто пришел на волхов стал на пирс зашел в общий чат и увидел он просто утром по 10 трофейных уклеек в секунду ну ладно не так много но по крайней мере трофы были меня это обрадовало и я пошел принял решение что давно махалки не было уклейку на волхове мы вообще в принципе не ловили никогда с вами почему бы и нет мы еще много чего-то игре не делали там комментарии были под вы ребята пишите комментарии сразу же как смотрите видос потому что связи с тем что сейчас очень долго грузится видос на youtube долго очень проходит обработку у меня как вы заметили видос выходит дольше ну типа позже обычного видос я выпускаю поэтому ваши комментарии их мало получается комментариев то до небо перезакинуть комментариев мало в связи с тем что видос поздно выходит да так что спас смотрите видос сразу как он выйдет и сразу пишите комментарии опять же можете на бусте не забывайте по подписке посмотреть этот видос он раньше выходит на бусте по крайней мере таких прям галактических проблем нет загрузка видоса как на youtube на бусте в два или в три раза быстрее короче видос загружается поэтому туда раньше выкладываю ну и плюс как бы это доп контент можете там комментарии оставлять опять же под видосом это все только по подписке ребят доступно не обессудьте как бы в этом плане да туда и до кучи там как бы куча эксклюзивочного контента слушайте так тут походу смело можно на три маха до ловить только у меня третий мах если только это брать как он бамбуковая палка да хотя ладно я тут запутаюсь вообще в трех соснах с этими бамбуковыми полком может чуть подальше еще как-то забросик делать потому что у меня ну совсем вплотную пирса клюет хотя за минуту опять же таки клюнуло 2 тоже пока непонятно 5 утра я думал тут прям совсем гипер пулемет какой-то сверх сверхгалактического масштаба да пока что на это не очень похоже хотя вот да блин нифига поклевка было но не всеклась хотя у меня стоят эти самые заколдованные крючки да пока что угля мелкая 50 грамм вот туда хочу чуть подальше от себя забросить потому что течением получается мои поплавки сносят и они постепенно примагничиваются к пирсу к пирсу мать его брос на ну который да упал чем помню сейчас только что вот прям перед самой записью видоса увидел комментарий последний комментарий который на ютубе я успел зацепить в видос и чем написал просто ты кобяков просто вопрос ты кобяков я короче не знаю ребят я на всякий случай ответил да начал гуглить кто такой кобяков и увидел что это какой-то певец я короче не знаю если кто-то прикол понял то расскажите товарищу скуфычу космосу внутри что за прикол с кобяковым голос у меня на него похож или я пел как он или чё в чем прикол чет 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 не успел понять я да но говорю на всякий случай ответил да хрен его знает мало ли сам кобяков меня ищет у ее этом лягуха что ли какая-то у это головель тут же еще головель может клюнуть головель в рот тещевель чего несешь папаш так чуть подальше я отошел короче не знаю тут как-то хреново устанавливается удилище эти теперь палки у меня сюда поплыли эти сюда блин ладно будем башкой поворачивать уже больше всего я ненавижу когда у меня серия по маху и мне надо читать комментарии муж опять для головель щавель нет это укля 46 грамм слушай неплохо так то надо перри закинуть только быстрее эту закину сначала сразу эту взять а тут успел поклевочку даже под зацепить хорошо а где вот эти вот трофейные там вот эти вот уклейки хотя чатные есть значит и трофейные будут вот еще одна поклевочка да в смысле ну а там что-то резкое было дерзкое как понос скорее всего какой-то головель щавель да так купи черпак у меня коммента у меня самая верхняя надпись опять я себе поставил исходя из ваших комментариев написано купи черпак я купил да ребят теперь будем черпаковать сейчас обед будет может похуже клевать будет опа троф опа я прям по стену увидел что она трофейная такая ну видно какой то у него такой скинчик необычный сразу понял трафальгар чикар трафальгар чикам можно кстати на муху на попробовать половить опять же как вариант вот помню до стоять у меня две поклевки подряд была серьезно серьезно ну ты серьезно это опять же кому живца уклейки на это просто невероятное множество да хоть каких-то трофеев опять же половить я уже много раз про это говорил из трофея у меня клюют только на мах уклейки и на донку караси все больше больше на моем аккаунте просто ничего нет у меня девять статьи разных трофеев хотел пожаловаться что-то успел где-то наловить короче да опа недотрофчик стоять-стоять-стоять-стоять-стоять да сейчас тебя подсеку подожди ты чё ты несешься по натуре вроде тем ноги тремя ноги разогналась так вот это я походу не закинул не закинул дак такое бывает показывает что поплавок в воде но на самом деле он не в воде иногда наверное вы такое замечали когда вы просто на берег ставите маховую палку там как будто бы ветром уносит эти поплавки они в воду попадают и найти начинает почте то слышь ты не кукарекай ты не видишь я с людьми разговариваю кукареку кукареку блин чё ты там где ты там у тебя ушатать может лопатой хотя какой лопатой у меня же теорет от есть нет она все еще кукарекает у вас может не так громко это слышно у меня просто все звуки намного громче я просто вчерашнее видос стал пересматривать о том как я жаловался по поводу работал громкости лопаты видосит это не так громко как у меня в наушниках сейчас вы можете не так громко эту кукареку ты слышите 40 грамм ровно у клейка клюнуло это кстати ровно чатный вес на пошли хорошие аборигены пошла движуха ребята просто не успеваю 17 минут 6 поклевок эта . причем уже неделю раздает я надеюсь когда вы будете смотреть этот видос она тоже будет работать но по крайней мере ближайшие несколько дней точно будет работать если кто-то позже смотрит до поиск точек ребята гайд в описании есть там всегда можете актуальные точки посмотреть самостоятельно так черпака купил эмиль у нас пишет да в смысле вот иногда не подсекается до хотя самый дорогой поплавочный крючок с длинным цевьем берсыч у меня да ну что-то головель какой-то ли поляга блин слушайте думал троф опять но от метров это сейчас первый раз у меня поплавочка кочнулся все правильно посмотрел это кто такой вот это кто-то кверху короче приподнимают и уплывает блин кто тут может быть так интересно ну по сути если это ляга то она сразу резко дергает головлик возможно мелко я не знаю плотвичка просто на муху не так много на самом деле аборигенов ты и клюнуть может карасик клюнул сразу же доказав что мои слова в обратном направлении да не так много может всякого клюнуть и клюнул карась слушайте ну да у меня еще и леска три с половиной килограмма нейлоновая сечет вот сборочку кстати если опять же не показал ловим прямо на пирсе вот на карте . глубина 18 перловая каша но я думаю вы обратили внимание когда я сборку опять же собирал я просто палку в руку взял у меня там что-то подсеклось из-за того что чуть-чуть дернулся поплавочек причем при этом самом движении при движении в придонном слое хотел сказать еще до моря далеко папаша блин движение придонном слое при этом при всем проводка по течению не пропала да иногда вот эти легкие подергивания не скипают саму возможность проводки по течению короче сечок кидайте чуть-чуть подальше от пирса вот я стал и вроде как получше клевала не совсем-то далеко тоже смысла нет вот ну все от от длины ваших рук господи как я успел это всечь извините аж поперхнуться это самое все зависит от длины ваших рук да я сказал но подразумеваю махи чем махи длиннее естественно тем дальше вы будете у меня этот мах вообще короткий 48 у него длина а для маха это коротко достаточно ну конечно не бамбуковая палка там которая вообще сколько у него с этим длина а этот мах у меня 5 метров на 2 на 20 сантиметров длине 20 сантиметров хера себе у тебя елдак ой 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 что-то сегодня понесло 18 плюс ребят но это самое сами понимаете 69 серия ребят никто ни хрена у нас следующая серия будет 70 и причем это опять на стриме у меня все юбилейные серии на стриме да кто не в курсе опять же видосы я записываю ну пока что по графику стараюсь точнее да со вторника по пятницу то есть это четыре видоса а в субботу и воскресенье у меня стримы по универсалу без видоса вот сейчас просто дочка в школу опять же таки пойдет и у нее в понедельник будут уроки и мне скорее всего придется какой-то выходной с дочкой брать именно на реальный выходной как у всех типа суббота или воскресенье я понимаю что это самый лучший лучшая возможность опять же для вас смотреть мой контент в виде стримов по субботам и воскресеньям но к сожалению почему к сожалению но но счастью да иногда просто не очень удобно в этом плане получается поэтому говорю к сожалению да очень много народу в субботу и воскресенье когда я с дочкой пытаюсь отдохнуть во всех торговых центрах на улицах и короче везде меня вообще бесит выходные куда-то выходить просто до хрена повсюду движни движни кирпи жни вот этой вот поэтому как бы да поэтому скорее всего у нас немножко распорядок поменяется но пока как есть да то есть один раз неделю я отдыхаю 6 дней в неделю я делаю контент для вас это либо стримы по выходным и либо видосы по аккаунту универсала но если что-то на основе еще хорошее получится поймать то и слава богу кстати длину бамбучки хотел посмотреть четыре метра всего длина бамбучки прикиньте для маха это вообще просто кот наплакал вот эмиль у нас пишет в это комментарий опять же из в к угарь тоже у меня у меня нет два дня ходил в тупую пустую точнее он ты написал да да у меня вообще отдельная устой история с этим игорем то там опять чё только мне не советовал ребят я уже чё только не пробовал и с прикормом и и без прикорма и с какими-то поводками и без поводка и на той клипсе и носа и клипсе 5 ночей я в общем сложности на этом аккаунте на стримах и видосах простоял 5 ночей даже больше наверно пяти ночей на игоря и за пять ночей у меня ни одного не клюнуло так что вот даже не знаю ребят что вам сказать семён у нас тоже из вк до комментарии пишет ты видео сказал про карповую но у тебя катушка голода 6 тысяч на с ней можно а ты там начал писать что-то про медное даку дружище у меня помимо того что катушка 6 тысяч на и она подойдет для медного так у меня еще и фидерное удилище если ты не заметил она фидерное удилище на медном можно ловить а карпова я сказал купить уже это уже когда-то мэверест планируешь покупать и не забывайте что на карповой 30 процентный буст опыту а на пикер на пикерное удилище 25 процентов но на пикере это прописывается этот опыт дополнительный буст она этом самом на карповом не прописывается естественно я карповая не для медного собирался бы по для медного у меня есть сборка уже давно купленная порту на фидер соответственно удилище порту на фидер же она называется и она порту на фидер да и катушка голдушка на это я все могу ловить в этой игре даже могу на осетров пойти я просто уже на будущее смотрел муж с вами собирали супер мега универсальные сборки ребят на все случаи жизни и фига тут клюет это просто жесть космическая слушайте не успею подсечь потому что во время заброса когда вот у вас как это называется анимация заброса происходит вы ничего сделать уже не сможете то есть вы отпустили клавишу и все она уже летит пока она не долетит короче пока нас с водой не соприкоснется там да но не то что прям с водой там какой-то короче кул даун в этом плане вот эмиль у нас еще тоже пишет комментарий на бусте почему-то не смог посмотреть спасибо за видео жду стрима я почему этот комментарий ребята стану потому что пока что разбирался я вчера полдня с этой платформы бусте оказывается там еще видос достаточно долго проходит обработку если например на ю тубе мой видос загружается там ну сам видос загружается три часа три часа только на загрузку видоса потом еще час на обработку но это минимум я сейчас вам еще все эти цифры называю плюс нужно видос записать плюс смонтировать там кодеринг все рендеринг вот эту всю херню короче сделать на ю тубе это все вообще в три раза дольше на бусте соответственно тоже такая есть херня как обработка как загрузка там естественно но у нас значительно быстрее происходит поэтому там и видосы как бы раньше выходит ну и надо понимать что для бусте должен быть какой-то эксклюзивчик поэтому поэтому там пораньше буду стараться значительно раньше именно там выпускать видос по дню то есть я никуда с ю туба не ухожу с века ребята видосы на ю тубе и навыка тоже будут стримы натровой на ю тубе идти не переживайте в этом плане никто никуда не это самое просто связи с ситуацией которая происходит на ю тубе плюс на ю тубе сейчас опять же повторюсь то не в курсе полностью отключили монетизацию причем это сделали именно 16 августа прям в мой день рождения то есть у меня был один рождения 16 августа и мне пришло письмо от ю туба о том что они полностью выключают монетизацию на всех каналах это головы да я сейчас достану его достал вот поэтому ребята вот такая тема у кого есть желание возможность не забывайте вот как говорится на бусте к нам залетайте спасибо огромное за тем кто уже подписался туда нас там уже кстати 16 насколько я понимаю на 16 уже платных подписчиков спасибо вам огромное соответственно уклеечка да сейчас там скидка кстати на третий уровень подписки 20 процентов так вдруг кому интересно до до конца воскресенья будет ой-ой-ой да блин думал трофейная уклеечка она оказалась 90 грамм так извиняюсь за это отчуждение по поводу эль мир эмиль точнее извиняюсь по поводу бусте да ты не смог сразу посмотреть видос потому что он проходил обработку сегодня я надеюсь то есть я выкладываю видосы там пишет прямо на экране что типа видос проходит обработку так что нужно ее было дождаться просто и ты бы увидел нам пусть этот видос сорян барин мне надо было наверно не постить его пока он видос обработку не пройдет ладно не обессудьте я просто как говорится первый блин комом я пока еще не до конца там разобрался но исходя из вчерашнего опыта уже теперь будет больше информации у меня юзер у нас пишет космос я не могу выразить свое благо так подожди-ка дружище у меня тут две поклевки подряд какие-то еще все благодарность коспи не могу выразить свою благодарность тебе потому что придя на точку по угрюз первой поклевки достал сам понимаешь кого трофея спасибо тебе большое да не за что вам большое выделил этот комментарий потому что комментариев было и были посты у нас дискорде вот буквально после того как я выложил свой видос народ приходит приходит все еще на точку с игром и трофов закрывает а у космоса при этом даже ни одной сратой поклевки не было причем это уже пять ночей минимум я провел на этой замечательной рыбе слушайте у меня 55 хвостов и я отловил 8 16 минут у меня закрадывается такое ощущение что мне тупо не хватит садка придется мелочевку скидывать виде уклейки да опять же надо посмотреть будут заказы какие там бывают ну что бывают и совсем мелкие уклейки по 20 грамм в кафетерии ладно этому чуть позже сделаем сейчас это часа в два дня наверное заодно наверное копнем попробуем впервые воспользоваться нашим черпакариусом друшлаком пельмешношным вот этим вот да латинос пишет у нас из-за тебя понерфили заброс шаров с руки теперь на них тоже влияет ветер и шары улетают в космос серьезно что ли опять не до трофу клейки 97 грамм так нам где троф и тут наверное внимание нет смысла обращать тут их просто тоннами будет у меня уклеек по 90 плюс грамм уже просто кошмарно много да по уклейка по массе 90 90 90 до 3 по 90 90 60 90 чё забейте давайте сделаем вижу этого не слышали зачем я сказал непонятно так ребята по поводу шаров я сейчас проверить ничего не смогу у меня на волхове как вы видите вот видите видите ветер 1 и 7 метра вы скажите мне что реально что ли теперь после нового обновления убрали эту фишку с забросом шаров и теперь на шары ветер ли у кого кто-то сейчас может стоит в рыбалке прямо играет ребята у вас на локации сильный ветер пожалуйста не поленитесь забросьте шарик посмотрите летит он криво из-за ветра или нет потому что мы когда с вами на строге эту херню проверяли у меня прямо ровно шары летели а был ветер сильная с рогатки просто куда-то уносило их буду благодарен если напишите об этом комментариях так погодите поклёночка хотел прочитать еще один коммент и не подсёк по итогу как-то поздно я отреагировал ну или просто бывает не подсёк не без этого да так не так часто клюет есть время наверное как-то чуть-чуть опустошить садочек нас да сейчас под вечерний клёв потому что клевать поактивнее начнет ленин ленин что ли у тебя ник нами короче спасибо да за комментарии лучше пара 4 жалко что монетизацию отключили не прекращая свое дело ребята ничего не прекращаю спасибо вам за комментарии вас также всегда будут ждать мои видосы так по поводу этой всей темки мне нужно на у нажать дам выбрать черпак поставим он на слот в пятерочку ну что ребят впервые друшлаком этим воспользуемся вангую сейчас будет просто мотыль до черпак черпай веселей да просто мотыль две штуки но хотя бы с черпаком надеюсь у нас быстрее пойдет прокачка в плане этой самой кстати по поводу уклейки то можно посмотреть может уже в кафе если я не глянул укля шмукля в кафе отсутствует давайте сразу в дискорде откроем канал посмотрим по поводу есть ли какие точнее возможны опять же кафе заказы так дискорд открываем выбираем кафе шаблоны текстовый канал и открываем вот эту по ссылочку выбираем волхов именно волхов да меня прикалывает как многие ударения ставят дрессе на дрессе не а блин вот это перловица и все такое так уклейки 25 штук 29 5 ну двадцатки я наверное наловлю хотя ладно пять штучек можно оставить по массе отсортируем нет ну головлей продадим чего они нам нахер тут нужны карася тоже продадим вот по массе соответственно поехали раз-два-три-четыре-пять мы их оставим вышел зайчик погулять и потом зачет тогда 29 штук 5 29 раз-два-три-четыре-пять блин слушайте а как я фарм посмотрю какой у меня будет это гадя петрович коренного придется просто всю мелкую что ли продать 20 штук я короче продам ребята остальное все оставлю наверное да давайте так сделаем чтобы фарм посмотреть запомнили короче 060 у нас по серебру ну типа потом монетку одну приправим к нашему фарму чтобы четко его посчитать да я придумал кэш так это забросик это шмандросик юзер нас пишет привет так по поводу да и комменты ребят никуда не ухожу дамы тинут монетизация монетизация отключена на ю тубе ну вот есть определенная возможность поддержать опять же ладно уже тысячу раз про это было сказано вот видосы будут и навыка и на ю тубе на ежедневной основе будут стараться делать кроме одного дня в неделю до только один день у меня будет выходной опять же если какие-то изменения будут эти изменения будут в сообществе на ю тубе написаны также в нашем дискорде в текстовом канале анонсы моей группе вконтакте все эти ссылки есть в описании опять же такие вот будьте в курсе всех событий а то мало ли youtube закроет а вы не в курсе ребят что происходит как минимум советую на дискорд подписаться у нас там 22 тысячи человек уже подписчиков больше чем у меня на трога кстати да на трог 16000 вроде насколько я помню вот а чё за укли то пошли ну ладно мне для кафешки они пригодятся пусть будет все хотел сказать забыл ребят моментально да так привет делают такую же оснастку как на леща чистый флюр леска до 7 килограмм никаких поводков поклевывает потихоньку кидая ближе правой ряски в чистый коридорчик между ними короче это совет опять по угрю ребята я чё только не пробовал с этим углем те кто смотрит мои видосы те кто ходит на стримы они видели ребята я из поводком и без поводка и с прикормом без прикормки и заброс туда и клипсу сюда но просто не клюет поймите что я в магию на угре не верю потому что угаре это крайне крайне редкая рыба и кому-то везет и бывают по три по пять там даже угрей за ночь обмываю а кто-то как я за пять ночей ноль потому что мы писали опять же комменты что кто-то тоже не получается у них поймать а кто-то приходит просто тупо с первой поклевки опять же такие закрывают очень много рандома в плане угря на поводке ему всегда было пофиг я своих угрей на основном аккаунте на 18 даже на 36 ловил так что нет в этом плане ничего такого он может на все впендюрится а то что ты там поставишь прям флюр какой-то тонкий-тонкий без поводка от этого вероятность поклевки угря не увеличится до магия в них огворца юзер у нас пишется не погнали на волхов троллингом сушным я вот сегодня на волхове до науклейки опять же если у вас будет желание или если у вас есть информация о том где сейчас можно и на что на волхове патроли или предположим вы напишите что также все работает как я делал видосе то есть видосе я ходил по 10 8-метровой яме троллингом и и принципе неплохо было если это все еще работает это надо проверять опять же если у кого-то есть желание вы смотрите этот видос можете сходить на волхов попробовать на снэчер синенький половить троллингом ну вот здесь вот я имею ввиду 10 8 метров если у вас хороший результат будет ну или хотя бы какой-то результат будет вы напишите да об этом и я коли уж на волхове в принципе не против сгонять сюда и поцыганить малеха почему бы и нет если да усилмен или как-то не память прочитать окил окил мэш пока твой коммент читал чуть не пропариваю клейку 59 грамм 59 почти когда ладно об этом его 59 это регион пермская пермского края до 59 регион это мой регион сюда ее родную ручку следующая серия будет красивым числом у нас товарищ пауза умышили как я надеюсь правильно прочитал с красивым числом 69 слушай где трофейного клейка что давно не был юзер у нас пишет саша почему на энтарке не у я вообще угорел с этого комментария там еще в ответ тоже написали тебе саша игры почему на энтарке не ловишь карпа за час 85 95 хвостов суммарно выходит 650 700 серы я там уже вторую неделю ловлю причем плеты ночью и днем удачи половить спасибо спасибо сейчас погоди подожди подожди перехожу ой а что это такое не получается до перейти странно почему но ты потом посмотри это ты сможешь подсказать ладно почему мне это не переходит на энтарку блин мне может разработчикам написать службу поддержки или чё с 3 блин я нажимаю на энтарку блин и не переходит блин чё за дерьмо блин а что-то не получается блин короче у меня игра ребят походу сломалась да что-то не переходит на интернет сразу видно дак те кто смотрит мои видосы на постоянной основе или те кто просто залетел какую-то серию одну там посмотрел не я не против как бы без антагонизма понимаю ребят но будьте повнимательнее пожалуйста я прям на театр я уже последние три серии подряд повторяю о том что я сейчас пытаюсь опытно фармить чтобы получить 26 левел и пойти на энтарку так что ну так что как то так ребят как только так сразу да как только я достыгну этого магического 26 уровня мы с вами и на энтарку пойдем и на ладожское озеро да и на море плавки только постираем и сразу на море пойдем но шнурки поглажу как говорится так про кобякова я ответил да лол нинджи у нас пишет этот комментарий кстати с бусти до комментарий с бусти тоже будет у нас попадать пушка бомба бусти работают свернутом режиме свернутом виде на телефоне и в отличие от ютуба это прям супер удобно да я хотел отметить этот комментарий потому что я напоминаю тем у кого есть подписка на бусти что вы можете скачать приложение бусти и соответственно смотреть мои видосы также из телефона там у нас все это есть и качество там хорошие и соответственно видосы выходят значительно раньше ладно я еще в конце видосы про бусте немного расскажу хотел переключиться на следующий кадр по этой самой по коммента это троф они как и какая трофта блин вот тут пока загляделся на одну да слышь ты опять за кукарекова приперлась приплыла вторая а нам наверно ночью сегодня смысла нет нигде ловить в принципе сделаю сегодня видосик может покороче если успею опять же ваши комментарии дочитать и почему опять же ребята покороче потому что ну не вижу смысла ночью что-то экспериментировать пока что если у вас желание будет я вначале видоса показал где можно попробовать ночью на волка и половить это раз во вторых хочу сегодня попробовать пораньше сесть чтобы с этим ютубом и бусте разобраться что для вас видос вышел сегодня и на ютубе и вк и на бусти раньше вот потому что меня вчера это все одолело я больше семи часов страдал сидел загрузкой видоса на youtube на бусти навыка вообще ребят проблем нет вот серьезно просто века в этом плане просто раз раз дал дал ушел и все ну да ладно это отдельная история мне самого к просто ребят вообще не нравится прям вот от слова совсем как платформа 3 хамудит с нее видосы мои я начал выкладывать плейлист аккаунта универсала у меня просто весь плейлист залился криво какие-то видосы залились какие-то нет короче я пишу в поддержку они вообще похеру короче вот так что там тоже как бы есть свои проблемы на самом деле но и перейти на эту платформу полностью тоже не могу монетизации вообще нету вк чтобы какую-то копейку вк получать нужно четыре пять тысяч подписчиков на твою группу ну на мое сообщество и 5000 кто на меня пять тысяч когда подпишется человек у меня участвует там полторы тысячи этого чему за грани фантастики так что вот ребят youtube boost и наше все ну и трава трава это вообще классно потом опять же это стримы и звать что завтра будет стрим на трава и соответственно будут боксы для вас халявой кстати хочу завтра еще в бокс на стриме на трава добавить бусти подписку ну разыграть платную подписку на бусте так что кому интересно залетать опять же видос о том как заходить в боксы есть в описании под этим роликом так и называется бог строго как принять участие посмотрите его там подробнейшая инструкция боксы опять же во время стрима только создаются боксы боксы я не знаю как правильно не на только на меня ругаться опять дано то сейчас начнете вот видос посмотрите во время стрима не будут созданы и заходите ссылочка мутрова там есть завтра в пять часов в москве соответственно в 17 00 по мск будет стрим он же будет и на ютубе да и на троп вот научно тро вода чем на ютубе короче ну ладно уговорили я затыкаюсь все у нас тихий час тихий видос вы прикиньте приходите просто видос посмотрите там чел просто стоит ловит и молчит как вам такая серия ребята еще хотите я могу такое выпустить то некоторые на смотрит думает а когда он уже заткнется и пермите адр просто словесный понос изливается из него невероятный всем спасибо это был видос по уклейке нормально будет такие я так резко просто решил замолчать и проверить напишите как вам такое понравилось просто ловлю уклейку видосы буду называть просто пришел половить на пирс пришел просто стоишь молчишь уклейки тягаешь трав плюнул неплохо все ребят крышу сорвало я просто сплю по пять часов в день ребят не обессудьте сейчас как бы это очень много движа кирпи же поэтому вообще блин я думал сначала это синяя уклейка это карась 200 грамм надо было кстати его отпустить лучом на 500 клюнул я бы кстати даже не пожалел на 500 порезал бы хотя 350 он типа зачетный насколько я помню даже чатный от 350 насколько я помню это не точно мог можно было бы порезать его на мясо а то у меня опять самом низу написано речь речь рибу сам взял ночь речь так family пишет у нас спасибо за видео собираюсь натур на море купить приманку какую посоветуй в тур на море приманку посоветую дружище откроешь в описании на ю тубе соответственно где там смотришь ноги навыка не без разницы кстати вот она бусте нет коммента на описание да ну я думаю те кто на бусте подписывается они так все прекрасно знаю где посмотреть вот опять же такие в описании посмотри там есть поиск точек гайд а меня прямо на экране показывал этот сайт rf4 стад как он работает соответственно и как им пользоваться там все можно посмотреть на каждом водоеме по актуальности тех или иных соответственно тел проверить у меня свернута не свернута по актуальности тех или иных приманок на тех или иных водоеме на той или иной рыбе короче все там есть будьте самоустоятельными димка у нас пишется ответственно александр привет купи дырявую лопату и кстати не знаю как у других у меня после обновы перестал работать автоподмод через 0 клавиши автоподмод вырубили да ребят полностью отключили данную функцию автоподматывания у меня к слову пустой вот теперь к сожалению пресс-ф автоподмод упомним любим скорбим даже не знают на самом деле очень хорошая функция в некоторых случаях очень очень удобно было это была функция просто работы клавиатуры она сама помогала нам плане вы просто ее включили у вас катушка подматывала леску сама типа не надо было сжимать приходится скотчем прикреплять то там пишет что на клавиатуре эту самую ставил на клавиатуру на кнопку на нумпаде на нолик и туда зубочистку втыкал между клавиш и типа тоже таким образом него просто крутила постоянно катушка так что как вариант либо скотчем при небольшой кусочек скотча около мышки держите либо прямо на мышку прилепите небольшой кусочек скотча а потом в нужное время его отлепить и прилепить и зафиксируйте им клавишу на мышке либо поставьте на управление основное действие на клавиатуре на нумпаде какую-нибудь кнопку 0 например и зубочисткой можно ее зам зафиксировать эту клавиатуру главное если у вас дорогая клавиатура то будьте поаккуратнее вот я сейчас купил новую клавиатуру не особо она супер дорогая конечно кстати опять же на бусте видос от правой видос фоточку отправил да о том как я в рыбалку играют нам клавиатура мышку видно и как я собственно это делаю спалерить ничего не буду до из чё по подписке на бусте 3 на 60 сегодня что-то очень слух много бусте я надеюсь вас не утомил в этом плане просто это что-то новое для меня не обессудьте много эмоций так у нас соответственно да и по поводу этих дыряву лопату я купил да спасибо нахи у нас пишет привет советую попробовать без прикорма половить я поначалу ловил с прикормом тоже не клевал он только начал без него и трофа зацепил это опять же про угря ребята я уже ответил сегодня неоднократно чего я только не пробовал мне к сожалению не прет от слова совсем во всякую магию не хогвартса что-то верить не хочу опять же есть здравый смысл попробовать половить без прикормки но я пробовал да в этом плане мистер к на канал супер мистер канал супер нефига у тебя никнейм почему при ловле осетров никто не ставит поводок особенно в петлевых оснастках просто причина интересно это же очень осторожная рыба ребята ну есть такие моменты вы вот иногда ну типа приводите аргументы которые связаны с реальной жизнью но коллеги рыболовы я бы хотел отметить такой момент что мы все-таки играем в симулятор русской рыбалки 4 это раз и как бы он себя не позиционировал там симулятором так или иначе в этой игре есть игровые моменты да я думал крупная хорошая трофейного клейка казалось хрен те ворот те ноги тремя ноги вот как бы нам не хотелось все равно есть тут моменты которые как бы ну условностью игры можно обозвать например в плане осетровых тоже да ну условность игры что осетры тут неосторожное то есть да нет такого что там они как в реальной жизни щепетильно себя чувству опять же с этим я я это не утверждаю что в реальной жизни там какие-то осетры осторожное просто человек написал я так понял он исходит из реальной рыбалки вот сейчас мы возможно там те кто реально осетров там ходил ловить хотя это запрещено насколько я понимаю на территории российской федерации может каких-то регионах там есть какая-то квота или какое-то разрешение там получить насколько понимаю ими их просто так типа нельзя половить походить опять же я в этом вопросе некомпетентен как и в реальной жизни ловли осетров так и во всех вот этих квотах во всех этих разрешениях там возможностях и законности вообще его и ловли этих осетров так что вот в этой же нашей игре вопрос да про поводки про всю эту атмосферу в этой игре осетрам вообще похеру на все вообще без разницы и может с 100 какими там сто сороковыми там шнурами какие там сейчас 205 на час самые прочные шнуры без поводков ловите они у тебя будут клевать у тебя я тебе больше скажу у тебя и карпы будут клевать карпам тоже в этой игре пофиг на поводки на всякие вот но у карпов есть ограничения на карповых оснастках да есть такой моментик что там есть литкор на 36 килограмм он покупной он не крафтится этот литкор и больше этой прочности ты не скрафтишь ну типа и не получишь больше буста уже 36 и все все будет упираться в этот литкор поэтому и нет смысла там поводки какие-то более крупные на эту рыбу делать а тогда специально ограничено опять же разработчиками искусственно чтобы не было такого что карпов просто в клине там на топовых снастях достают он на легоси какой палку блин поставил 100 плюс шнур просто в клине карпа там на 30 килограмм за секунду достал он и так на самом деле зато на 30 килограмм карпу на фрике выйдет отходом назад например опять же такие на венге тоже там да на любой катушке у которой 30 плюс фрикциона отходом назад 30 килограммовые карпы спокойно без прохруста выходят я так сам лично доставал опять же синего синюю чешуйку да и обычных нам зеркалок вот так бывает иногда подмотает нам ну чуть-чуть короче то есть вы палку поднимаете потихоньку просто сразу назад отходите вы спокойно в берег упираете и подходите вот кто-то видит в этом какой-то не спортивный интерес или как-то неправильно а я скажу вам так что даже в реальность слышишь ты чё кукарекаешь ты не слышишь я с людьми блин разговаривать как мне бесит это на волк и постоянно что-то я опять думал трофейный уклей какие-то небольшие стали выглядеть под вечер то есть вот такая вот темка ребят кто-то видит в этом не спортивность но я вам скажу что и в реальной жизни своим весом также вытаскивают крупную рыбу то есть отходят там назад и тому подобное нет в этом ничего такого необычного и странного вот так у нас там игорь опять на строчил блин 10 тысяч строчек да и как вот это сейчас все прочитать и за поплавками уследить игорь блин как напишет комментарий так сиди потом вот на донках ты еще ладно на спиннинге а как ним на махе это прочитать бен по ее это самое изобретение не постесняемся этого слова сейчас наверно вот так вот сделаю эту палку возьму в руку и дождусь поклевки наверно саша такой вопрос конечно же вопрос конечно же поклевка у меня 97 в садке рыбочек ребята есть у вас информация об этом прикиньте как тут клюет сколько я 20 хвостов продал до час еще надо продать по массе этого придурка продам вниз спущусь и мелочи скипнул так вот штук вот так вот вот так вот 14 продам 14 плюс 20 до 34 хвоста я продал и ровно на одну монетку стать еще 42 серебряных у нас ответила на секундочку запоминаем все эти цифры они нам в конце пригодятся когда мы будем итог подводить да так опять две палки закинул как прочитать только ментин игорь 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 так пока вот так вот сделаем вот так вот даже чтобы сразу все увидеть поклевку я уже увидел ее короче забей нереальным выглядит как будто бы саш такой вопрос и тут на море с этапом сенси плюс с 30 накопил почти 40 к серый ира ты там пошел к пацанку успеху серый думаю первой серьезной катушку взять глян в 30 тысяч мы чтобы быстрее выложить на 4 41 но это и 2 это чтобы на других водоемов тоже хозяйстве пригодится но это вопрос у тебя типа пригодится ли она тебе в хозяйстве от 30 я так подумал у меня мы вовсе равно насе пока 75 пока я до 100 процентов докачаюсь успею слегка и накопить на топовую донку донную палку для море с той же тайгой c40 черный почему черная она же серебристо-красная c42 с которая имеешь ввиду это великолепная катушка как думаешь ими имеют место по жизни мои рассуждения да но нужно понимать есть такой моментик ребят что на 30 тысяч нам голиафе ужасная передатка и например для тех кто ловит от фрика и просто отходом не достает рыбу должны вы понимаете что у вас прям очень долго будет он подматывать там 5 и 8 насколько я помню или что-то типа того передаточное число на голиафе 30 тысяч нам тогда кучу он еще и 30 тысячных то есть его там передатку чуть ли не на три раза еще умножать надо ну там не на 3 то я уж грубо но суть в том что она вообще не подматывает типа вот она крупняк именно крупняк вообще не тянет потому что слишком высокое передачное число а на мелочи это просто имбище невероятное просто вот всякую мелочь на море на ставке половить вот эти шримцы креветки и там половить путасу макрелину вот эту вот сайру сардину это просто имба ребят нереального масштаба просто быстрее этой катушки ничего не сматывает в этой игре именно скорость подмотки именно мелочи это синяя это вообще подус господи я чуть с ума не сошел ребята подус 220 грамм и кого видал я думал то синего уклейка блин вот так что ну как как бы ты можешь взять эти катушки если ты готов мириться с передаткой и готов принять тот факт что тебе нужно будет отходом всю рыбу доставать как я до этого озвучил про отходы да вот мех отличный там 120 и они так часто ремонтировать надо будет как ту же венгу например когда на осетровых пойдешь на осетровых опять же я именно когда иду на осетровых у меня есть голиафа 30 тысячных на основном аккаунте я использую то есть я их использую на сетрах в клине отходом достаю вот я их использую на матчах чтобы быстро подматывать я их использую на море чтобы в пол воды когда вот эти мелочь ловишь я их могу поставить на бунисаны всякие когда она мелочь какую-то иду там ну условно рыбу там до 5 килограмм эта катушка просто сверх быстро достает вот просто моментально короче да до 5 там ну да начиная где-то с 5 она уже как бы не так опять же там зависит от рыбы может и даже до 10 килограмм некоторые бы она сверх быстро достает все что больше десятки уже конечно она прям будет это сам особенно та которая резко дергается пока не устанет там вот в этом плане да есть такие моментики но применение ей много ты можешь как вариант например взять один голиаф 30 тысячный до для того чтобы ловить на ставки на море блинте головли что-то меня пугают она я увидел что это поклевка то не у клейковская я что-то столько рыбы на продавал и садка скидывал она я там всю незачетную продал то но по итогу думал еще будет клевать у меня по итогу 85 хвостов еще 15 свободны то есть ты можешь теории как бы взять например этот самый одну ее до едва еще голиафа десятитысячных вот взгляд с голиафа в этом плане десятитысячный будет более универсальный то есть этом когда троллингом пойдешь тебе покомфортнее будет что все-таки 30 голиаф опять же тест невероятно имеет про это тоже там не забывай какой-то мне у тест около 30 грамм насколько я помню тест то есть проброс она вообще типа не подходит слова совсем она никуда не кинет там разве что какую-то судаковую на яме там тяжелую приманку куда там приманки кинтеля 30 35 40 грамм вот их еще там плюс-минус она покидает ну что опять же в первую очередь какой на каком клубе тест у тебя на удилище не был у вас да то не забывайте что в первую очередь идет тест от катушки если у катушки то в по тесту не подходит то и сами понимаете у любой безнарционной катушки тоже есть тесту той же там восьмитысячной катушки это тест 12 восьмитысячной катушки это так восьмитысячный тест 12 у шеститысячный тест 8 у шеститысячный до ps8 у десятитысячный тест все время все позабывал что происходит восьмитысячной 12 или или нет или в десятитысячный а в десятитысячный тест 18 у восьмитысячной 12 у шеститысячной 8 а у четырех пяти там тысячных тест относительно их размерности шпули то есть это 4 3 2 и 1 соответственно это просто не прописано опять же в игре но этот момент не забывайте да иногда просто путаться начинаешь сейчас еще добавили просто 20000 и 30000 и катушки короче в дискорде если чё в текстом канале прочность катушек который там там все расписано в табличке есть это информации по тесту и под модернизации катушек и все такое думаю чё не клет уже 23 мать его на 0 но сегодня у нас видосик часик да ну чуть меньше часика ничего страшного сегодня хочу просто чтоб пораньше все это для вас вышло и на том же бусте и на том же ютубе и вк то вчера очень поздно сегодня комментариев вообще почти не было да опять же сегодня больше мысли от себя и всяких рафлокеков непонятных слушайте ну чё последнюю проводочку наверно хотя уже 23 20 чем это дело фарма тут нет смысла ждать это прям сто процентов ну хотя бы трофей уклеечки да и уклейки тут просто валом то есть я продал сначала 20 и потом 14 то есть у меня бы сейчас было 120 хвостов уклейки то есть если грубо говоря у вас есть премиум аккаунт с премиум аккаунтом у нас садок 150 то садка с премиум аккаунтом тут хватает но если вы на бутер ловите то у вас поактивнее будет опять же можно попробовать если на бутер дополнительно поставить муху то есть муху и перловую кашу либо просто две перловые каши на муху я так понял да и дороже как получится ловить да и не так супер круто клюет час как на перлов но кто никто не застрахован да в этом плане вы можете самостоятельно проверить этот моментик короче коллеги рыболов давайте с вашего позволения будем заканчивать подводить какой-то итог всю эту атмосферу у нас соответственно есть возможность воспользоваться черпакаре также громко ничего в этот раз ничего не получилось ублюдок просто ничего как так можно было ужас 120 было бы поклевок до этом продал продал я 34 уже и 87 у меня в садке даже больше 122 вот 241 серебра ну ты я еще продал на одну монетку 242 с половиной было бы ни хрена себе ребята но уклейки просто за 45 минут 240 серебра грубо говоря по одной по сколько по 10 монет минуту что ли ну да получается а нет не то я почти забейте короче причем еще и фарм есть я даже не ожидал короче 240 на уклейках ни хрена себе уклеек просто дохрена да почему бы и нет в кафешке у нас есть подуст но не такой да подуст опять же один был так что сходу коллеги рыболовы хотел бы поблагодарить всем кто подписываться на мой бусте ссылочка на его описание сбачь там эксклюзивный контент буду отправлять туда свои мысли свои садки по дню какой-то эксклюзивные фоточки там по жизни периодически будут появляться плюс для бусти подписок подписок у нас есть роль и доступ приватный чат соответственно хоть короче там 12 или сколько там привилегий куча буст этих привилегий можете по ссылочке перейти почитать что они дают вот соответственно да следующую серию скорее всего можно сделать троллингом на волхове если вам это будет интересно напишите об этом в комментариях также не забывайте про наш челлендж 350 лайкосов за 24 часа вот как говорится ни в чем себя не отказывать оставляйте комментарии и на бусте игру и в кашке и на ю тубе буду рад все прочитать на все ответить собственно говоря вот такой вот получился видосик надеюсь вы испытали какие-то позитивные эмоции что-то новое для себя узнали так что на сегодня все всем спасибо за просмотры за лайкосы за комментарии всем чао-бао да хум пао как там я еще стал последнее время говорить руку пожал бобра пожевал